По данным украинских властей, по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в субботу в результате российского обстрела Степановки в южной части Херсонской области. На видео, предоставленном пресс-секретарем президента Украины Кириллом Тимошенко, видны интерьеры церкви и школы, предположительно поврежденные в результате обстрела. Тимошенко сообщил, что были также поражены штаб гуманитарной помощи и больница. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров помочь в создании надежного щита ПВО для защиты от российских ударов. Обращаясь к согражданам, сказал, дорогие украинцы, желаю вам здоровья. Главное сегодня это энергия. За сутки удалось восстановить электроснабжение почти 6 миллионов украинцев. Ремонтные работы продолжаются, они идут без остановки. От российского обстрела в селе Княжичи Киевской области повреждены как минимум три дома. По данным украинских властей, за минувшие сутки ВСО отбили российские атаки в районах более 15 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин передает власть своему заместителю Лео Вараткару в рамках соглашения разделения власти между партиями коалиционного правительства страны. Чередование Финнегэл Вараткара и Фианофайл Михола Мартина беспрецедентно в истории Ирландии. Что думают об этом жители страны? Я полагаю, что это будет почти то же самое. К тому же у меня лично претензий к ним нет. Похоже, они довольно хорошо управляли ситуацией во время эпидемии ковида. Я вполне довольна. Надеюсь, они смогут продолжить в том же духе и сохранить преемственность. Этот новый руководитель будет такой же, как и старый. 43-летний Лео Вараткар, имеющий индийские корни и открытый гей, по-прежнему остается одним из самых молодых лидеров Ирландии. При этом он возглавит правительство уже во второй раз. В 2020 году после отставки Вараткара и выборов было сформировано первое в истории Ирландии коалиционное правительство Фианофайл и Финнегэл, который возглавил лидер Фианофайл Михол Мартин. Сейчас креста премьера вновь должен занять Вараткар. Тунисцы в субботу подавляющим большинством бойкотировали выборы в новый парламент, который практически не будет играть значительной роли после захвата власти президентом Кайсом Саедом на родине арабской весны. Председатель избирательной комиссии Фарук Буаскер заявил, что к моменту закрытия участков проголосовало лишь 8,8% 9-миллионного электората. Это самая низкая явка на выборах в Тунисе со времен революции. Оппозиционные группы бойкотировали выборы, назвав их составной частью переворота, направленного против единственной демократии региона, возникшей в результате борьбы. Избирком признал, что явка была скромной, но объяснил это отсутствием иностранного финансирования, в отличие от предыдущих выборов. Предварительные результаты голосования ожидаются в понедельник. Выбором предшествовали три недели почти незаметной избирательной кампании с небольшим количеством плакатов на улицах и отсутствием серьезных дебатов среди общественности, озабоченной повседневным экономическим выживанием. Аргентинские болельщики ожидают или великой победы Лионеля Месси, или его же великого поражения. Ставший легендой при жизни, футболист ясно дал понять, что для него из-за возраста это последний шанс поднять над головой Кубок Мира. Я никогда не думала, что мы дойдем до финала. Это лучший момент в моей жизни. Мы собираемся победить и стать чемпионами в последнем матче Месси. Мы хотим победить. Мы хотим, чтобы Месси выиграл турнир. Мы хотим, чтобы все праздновали всю ночь. Мы собираемся уехать с трофеем. Французы же уверены, что шансов у них точно не меньше и заявляют, что готовы противопоставить мировой звезде командную работу. Месси всего один, а у нас Мбаппе, у нас Гризман, который делает огромную работу, играя с позицией в центре. Если мы будем играть хорошо, если нам удастся обороняться, если все хорошо начнется от обороны, мы победим. Французы больше обеспокоены состоянием здоровья своих игроков. Уже несколько футболистов сборной заявили, что чувствуют ненамогание с симптомами, похожими на грипп. Сборная Хорватии увозит из Катара бронзовые награды чемпионата мира по футболу после победы над командой Марокко в матче за третье место со счетом 2-1. У хорватов голы забили защитник Йошко Гвардиол, он открыл счет уже на третьей минуте игры и нападающий Нислав Оршич. У сборной Марокко отличился точным ударом защитник Ашраф Дари. Все мячи были забиты в первом тайме. В воскресенье 18 декабря в Катаре состоится финальный матч чемпионата, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.